Доброго времени суток всем начинающим практикам, продвинутым практикующим, просто тем, кто серьезно интересуется магией, и даже тем, кто случайно забрел на этот канал. Я, Александр Гелилах, практикующий маг и преподаватель магии в школе магии Sphinx Vision. И мы продолжаем тему «Ответы на вопросы наших читателей и зрителей». Сегодня у нас замечательный вопрос, который все больше к той теме, которую я люблю. Правильные ответы на неправильные вопросы. Как я уже говорил, редко не специалист может задать правильный вопрос. И чудесный вопрос «Зачем нужен учитель в магии?». Этот вопрос всегда меня поражал тем, что он как бы предполагает, что вопрошающий полностью отключает свою базовую логику. Ну, например, люди не спрашивают «Зачем нужен учитель в единоборствах?» «Научусь по книжкам хорошо драться», да? Или «Зачем нужен учитель, если вы учитесь на сапера?» «Вот я, по-самому, буду разминировать минные поля сам». Или «Зачем нужен учитель, если вы хотите стать нейрохирургом?» Ладно, даже вождение редко кто-то пытается выучить без учителя, как бы там по самоучителю или учебным фильмам «Как управлять автомобилем». Вот, люди там даже пользуются, вот там, в общем, хотят, чтобы их там научили там даже таким вещам иногда как розетку заменить. Но почему-то, когда речь заходит о магии, говорится «О, зачем же тут нужен учитель?». Вопрос этот обычно подразумевает вот, ну, примерно три вещи. Значит, первое, типа «И так полно литературы, вот научусь сам». Ну, если вы считаете, что овладение магией проще, чем научиться управлять автомобилем, что управлять собой во всех своих тонких планах и миром вот проще, чем управлять автомобилем, что ж, сочувствую. Другой вариант «У меня нет у учителя, я ничего не буду делать». Это, конечно, не повод. Если у вас сейчас нет у учителя, как бы вот, то он просто так и не появится, да. То есть, конечно, надо начинать интересоваться, узнавать, как бы вот, и при этом, конечно, общаться с людьми с опытом. Так учитель появится на каком-то этапе. И, наконец, там третий вариант. Это «Может быть, учитель что-то очень важное, в чем же именно его особенная ценность в магии?». Что ж, это будет правильный вопрос, и именно его мы разъясним. Конечно, как и в других областях, учитель в магии делится знанием. Но это далеко не все. Кроме того, что учитель в магии делится знанием, что позволяет вам не изобретать велосипеды, сэкономить время, не пропустить очень важные ключевые вещи, а многие вещи не работают без ключевых деталей. Учитель в магии делится большим. Он делится состоянием сознания и то, что мы называем силой. Передает напрямую состояние и способность управлять энергией, делать некоторые вещи, постигать и иначе воспринимать мир. Делится состояниями, то есть тем самым, в которые вы без него просто не попадете. Если в обычных условиях учитель просто показывает, допустим, в единоборствах или танцах вы повторяете движение, ну, в принципе, оно может как-то получиться и без него, то некоторые сложные состояния без прямой передачи опыта получить чрезвычайно трудно. То есть учитель усиливает вашу же способность управлять энергией и трансформировать энергией, то, что называется силой. Учитель создает среду, некое сознание, внутри которого вы можете расти. Учитель, конечно, отвечает за вашу безопасность. И учитель обеспечивает то, что на серьезных уровнях практики это кто-то, кто может вас подстраховать и починить. Если в единоборствах, скажем, или в танцах вы травмируетесь, вы пойдете к врачу, не к тренеру. А в магии учитель будет отвечать за все знание, силу, безопасность, опыт и, в конце концов, вашу починку. В общем, то есть учитель такой вот очень ценный объект или, если быть точнее, даже очень ценный субъект. Надеюсь, я вкратце описал некоторые из ключевых позиций вообще на эту тему, то есть о учителе, роли учителя можно говорить очень долго. Мы как-нибудь, если это будет интересно, можем рассмотреть эту тему подробнее в дальнейшем. Буду рад вашим вопросам и комментариям. Следите за новостями. Для этого достаточно просто подписаться на этот канал без всяких продаж души и пожизненных обязательств. И всего волшебного!